Добрый вечер, уважаемые телезрители! Новости Таллина снова в эфире. Я, Екатерина Плехова, расскажу вам обо всем самым важном, что произошло за сегодняшний день в столице Эстонии. В мире существует негласная этическая норма. Первые 100 дней правительству дают как бы на раскачку, и его критика начинается только на 101 день. В условиях корона кризиса времени на ознакомление с ситуацией у нового кабинета не было. Премьеры не раз вызывали, как говорится, на ковер в парламент. Бюджетная стратегия подверглась жесткой критике. Меры борьбы с пандемией вызывали противоречивые и нередко негативные оценки. Сегодня у правительства появилась возможность ответить своим сторонникам и противникам при подведении итогов первых 100 дней своего правления. После перерыва пресс-конференция правительства прошла в живом режиме, и члены кабинета смогли напрямую общаться с журналистами. Эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, но уровень угрозы сменился с очень высокого красного на просто высокий оранжевый. Но никаких новых решений о смягчении ограничений на сегодняшнем заседании принято не было, и правительство вернется к обсуждению в следующий вторник. Сейчас по уровню заболеваемости страна вернулась в ноябрь прошлого года. Но 400 тысяч человек в сумме либо прошли вакцинирование, либо переболели. К тому же сезон вирусных заболеваний заканчивается. Мы все ожидаем того, чтобы с оранжевого уровня продвинуться к желтому и далее к зеленому, когда все ограничения будут сняты. Но пока надо поднапрячься, сохранить контакты на минимальном уровне, вирус ведь передается от человека к человеку, уровень по-прежнему высок, более 300 новых больных в день и 301 пациент в больнице. Правительство далее будет оценивать ситуацию каждую неделю, а не через две, как ранее. Пока надо дождаться, как отразятся на заболеваемости и послабления в ограничениях, вступившие в силу в понедельник. Надо пристально следить за коэффициентом инфицирования. Он пока ниже пограничной единицы, но показывает тенденцию к росту. Правительство обнародовало и белую книгу, в которой предлагаются меры, которые надо соблюдать при определенном уровне угрозы. Не исключено, что нам придется приспособиться и жить в новой реальности, в которой все мы оказались после коронакризиса. Премьер-министр продвела и другие итоги первых 100 дней правительства. Хотя они прошли под знаком пандемии, нашлось время и для планирования, на ближайшую и более долгосрочную перспективу. Премьер внесла в список заслуг правительства то, что в краткие сроки были составлены дополнительный бюджет, обновлен план вакцинирования, обсуждены будущие прививки детям и возможности участия в новых общих заказах Еврокомиссии. Представлена бюджетная стратегия на четыре года. Главная же текущая задача – переход к массовой вакцинации. Идет вакцинация, которая дошла уже где-то, я не знаю, примерно скоро 40% от взрослого населения. И можно сказать, там где-то еще 70-100 тысяч тех людей, которые уже переболели, это была болезнь, не вакцинирована. Это можно сказать, что мы приближаемся к половине взрослого населения. Значит, это дает, вот это больше всего дает уверенность, такой вспышки больше не будет. Но ограничения снижать или делать их меньше надо все-таки очень постепенно. Оппозиция считает, что больше внимания нужно уделить восстановлению экономики. Кала же убеждена, что дополнительный бюджет даст поддержку для наиболее пострадавших отраслей. Следом надо ожидать европейских средств. Первые из них должны прийти из программы ЕС о перезапуске экономики. При этом Эстония рассчитывает получить в ее рамках 4,65 миллиардов евро. Но тут Эстония столкнулась с внутренними проблемами. Фракция Экры в парламенте представила несколько сот поправок законопроекту, и кабинет решил увязать голосование с вопросом доверия к правительству. Любопытно, что когда эти предложения обсуждались, Экра еще находилась в правительстве, и тогда сотен поправок не выдвигала. Был разговор и о внешней политике. Тут Каллас назвала прискорбным введение России санкции в отношении граждан ЕС, в том числе и гражданина Эстонии. В частности, она заявила, что правительство всесторонне поддерживает языковый департамент и его гендиректора Ильмара Томуска, включенного России в санкционный список. Михаил Владиславль, Виталий Лисовинский, Новости Таллина. Во время кризиса власти ищут наиболее рациональный и удобный для жителей метод организации вакцинации населения. Оповещение через портал Госуслуг оказалось не очень эффективным. Нагрузка по вакцинации от коронавируса добавила массу дополнительной работы семейным врачам, отвлекая их от лечебного процесса. Пример того, как Таллин блестяще организовал работу центров вакцинации, показал, что этот вариант самый продуктивный. А потому 17 мая иммунизация в основном будет проходить в уездных больницах и в пяти специализированных пунктах. Данные специализированные центры по вакцинации будут работать 7 дней в неделю. Семейные врачи уже получили от больничной кассы письмо, согласно которому они с 17 мая больше не могут заказывать вакцины Pfizer и Moderna для первой прививки. С этой даты иммунизация должна быть доступна для всех желающих. В мае-июне Эстония должна получить более полумиллиона доз вакцин, вышеупомянутых типов, а также 150 тысяч доз вакцины Janssen. С другой стороны, существенное количество препаратов Pfizer будет необходимо резервировать для второй дозы. Но это не означает, что семейные врачи останутся вовсе без вакцины. Они смогут заказывать препараты AstraZeneca и Janssen. Семейные врачи продолжат вакцинировать людей, входящих в группу риска, а также тех, кому необходима вторая доза вакцины. Дело в том, что далее по плану у нас вакцинация людей, которые моложе 60 лет. Поэтому направление более молодых возрастных групп в специализированные центры является совершенно логичным шагом. Ну а более пожилых людей все так же ожидает на прием к своим семейным врачам для получения вакцины. Причина, почему людей, входящих в группу риска, направляли именно к семейным врачам, совершенно понятна. Для таких людей необходима более подробная консультация от семейного врача, который в индивидуальном порядке прекрасно знает, какие проблемы у пациента, зарегистрированного у него. Да и к тому же, врачам сейчас приходится делать вторые прививки пожилым и людям из группы риска, поэтому у них просто нет реальной возможности начинать заниматься вакцинацией молодых людей. Вот и получается, что большие центры для вакцинирования предназначены именно для тех, которые в группу риска не входят. Специализированные центры вакцинации планируются открыть в Таллине и Тарту, Пярну, Йихвенарве, а также Насара, Майхьюма. Интерес к открытию таких центров заявили также Ракверская и Вилендийская больницы. От плана использовать для вакцинации в небольших населенных пунктах автобусы к настоящему моменту отказались, потому что на качестве препаратов плохо сказывается встряска. В начале следующей недели мы сможем дать более полный обзор, где именно будут расположены центры вакцинации, а также будет предоставлена информация о порядке вакцинации. Все необходимые данные можно будет получить на порталах digiregistratur.ee или digilugu.ee. Ну и дополнительно также мы сообщим обо всем этом на портале vaccinery.ee. Планируется, что центры вакцинации будут работать с понедельника по воскресенье по 8-10 часов в день. К ним добавятся больницы общего профиля в уездных центрах. И нельзя исключать, что будет достигнута договоренность с некоторыми центрами семейной медицины. Сергей Овченков, новости Таллина. В период пандемии значение скорой медицинской помощи, как и нагрузка на ее сотрудников, резко возросли. И все перемены, связанные с деятельностью этой службы, находятся в центре повышенного внимания. Наш корреспондент Илья Абань посетил сегодня центр неотложной помощи Восточно-Таллинской центральной больницы на улице Рави и узнал о серьезных переменах, которые там произойдут в ближайшее время. К сожалению, многие из нас знакомы с этими дверями. Это центр неотложной медицины и до Таллинской больницы на улице Рави в центре Таллина. Поступила информация о том, что эти двери в пятницу закрываются. Мы решили разобраться в этом вопросе. Выяснилось, что слухи эти сильно преувеличены. Все последние годы этот центр спасал много жизней. Однако число пациентов и площадь этих помещений приводили к тому, что те, кому нужна срочная помощь, могли посидеть в очереди час и более. Да, это не влияло на высокий уровень оказываемых здесь услуг. Однако очевидно, что очереди надо было сокращать. А также улучшать условия работы медиков. Сама логика помещений экстренной помощи и до Таллинской центральной больницы, их планировка, созданная еще в советское время, требовали пересмотра. В помещениях этого центра, который до сих пор работал, будет проведен масштабный ремонт. И будут обновлены помещения, и расширены помещения. И снова отделение на старом месте откроется весной 2022 года. Объем инвестиций на временный городок и на ремонт превысит 5 миллионов евро. Теперь о сути вопроса. Двери Эмо на улице Рави действительно закроются сегодня в полночь. Однако буквально через сутки, в субботу рано утром, откроются другие, тут же рядом, во дворе больничного комплекса. Здесь начнет работу уже построенный модульный медицинский городок. В течение года планируется привести помещение старого центра неотложной медицины в порядок, чтобы и технический, и медицинский персонал переехали в привычные, но модернизированные помещения. Врачи и медсестры высоко оценили условия работы на ближайший год. Весь спектр предоставляемой помощи в передвижных модулях будет таким же. Травма, экстренная офтальмология, зашивание ран, переломы, инфаркты, инсульты. По признанию здешних специалистов, условия работы станут лишь более компактными. Но все равно все ждут весны 2022 года, когда будет открыт обновленный центр экстренной помощи в привычных помещениях. Там будет все намного логичнее и правильнее, что должно существенно сократить очереди. Ожидается один общий зал, не три разделенные стенами глухими комнаты, когда персонал где-то, ну, как говорят, где-то пусто, где-то густо, да. Пришло три скорой одновременно. Персонал занялся одновременно тремя скорами. Или приехали в одну комнату, две другие на ожидании, и в то же время уйти не могут, чтобы помочь. Вдруг к ним приедет. Не видно, не слышно. То есть в новом ЭМО это должно быть более удобно, современно. И командная работа в этом случае будет лучше и быстрее помощи. Еще раз успокоим таллинцев. Отдел экстренной медицины на улице Рави будет закрыт лишь на сутки, на завтрашний день. Приходить или приезжать сюда, на улицу Рави, за экстренной помощью не имеет смысла. Все вызовы скорой помощи будут перенаправляться в Мустамя и на Палдиски-Манты. Одно исключение – это лишь экстренная помощь офтальмолога. Эту услугу продолжить оказывать тут же на Рави и всю пятницу. Но уже в полночь с пятницы на субботу Центр неотложной медицины снова заработает в полном объеме. Тут же на Рави, но уже в специально оборудованных высокотехнологичных модулях. Илья Бань, Петер Ульявайн. Новости Таллина. И к другим темам. Сегодня у нас в студии очень приятная гостья – актриса русского театра Лариса Саванкова, которая выдвинута на заискание городского знака отличия. И хотя официальное утверждение пройдет в день Таллина, никаких сомнений, что этот знак будет вручен нашей собеседнице, нет. Добрый вечер. Добрый вечер. Бариса, ну у вас тот год вообще звездный. И Орден Президента, и знак отличия Таллина. Но ведь все могло сложиться иначе, если бы 30 лет назад вы не приняли решение оказаться в Таллине. Да, да. Я даже и не думала, что когда-нибудь я окажусь в Таллине на 30 лет и буду работать в русском театре. Я собиралась работать в Санкт-Петербурге, а в Таллин приехала буквально на полгода. Но самое главное, что вы с нами остались. Задержалась. И теперь у вас просто десятки ролей. А помните ли вы свою первую? Конечно помню, конечно. Это была роль Оли в спектакле «Кабанчик». Это, мне кажется, замечательный был спектакль. Там я познакомилась со своим мужем, и вот и осталась. Вот так вот как-то случилось. Мы всегда рады вас видеть в театре, но есть еще одно место, где можно вас увидеть. Это фонд «Артальянс». И мне кажется, что в числе прочего заслуги работы в фонде, они все-таки очень отмечены городскими властями. Да, я, конечно, бесконечно благодарна и правительству, и городским властям, что они как-то увидели и познакомились с нашим «Артальянсом», и наши концерты «Мама жизнь» подарила. Они как-то остались незамеченными. И вот сейчас, в преддверии Дня матери, я с удовольствием бы делала, как всегда, во второе воскресенье, мая, концерт «Мама жизнь» подарила. Но в условиях пандемии мы не можем, и переносим это на 19 сентября. Надеемся, что это будет 19 сентября. И, безусловно, то, что я столкнулась с проблемами особых детей и их семей, это необыкновенно меня обогатило, я считаю. Потому что я жила совершенно ничего не зная об этом, об этих семьях, об этих детях. Я знала, что они косвенно где-то присутствуют. А теперь я хочу показать, хотя бы руководствуясь и приглашая их на свои концерты, что эти дети – это такие же полноправные члены нашего общества. Они могут выходить на сцену наравне с профессиональными артистами и с прославленными детскими коллективами. И я считаю, они должны чувствовать себя в нашем социуме, в нашем мире. Они приносят нам радость. Конечно, конечно. И, вы знаете, какое удовольствие они приносят нам, когда ты можешь чем-то помочь. И все же, столь высокая награда за все заслуги. Мне кажется, она важна не только для вас, но и для театра. Ну, я надеюсь, да, конечно. Это очень приятно мне, я думаю, и приятно моему родному театру, которому отдано уже даже 34 года. Не 30, а 34 года. Это и награда, и в то же время это особая ответственность, еще большая ответственность и желание делать что-то еще больше, интереснее и в творческом плане, и в фонде «Артальянс». Когда в ближайшее время мы сможем вас увидеть на сцене? Ну, я надеялась, что в мае откроют театры, но, к сожалению, пока мы закрыты. И, я думаю, ближайшее будущее – это в конце июля-начале августа мы будем работать на свежем воздухе в спектакле «Вимсе похороны по-эстонски», где мы попробовали в прошлом году и имели какой-то ошеломляющий успех. Мы даже не ожидали, потому что, да, этот спектакль просто прозвучал на природе совсем по-другому. Борис, спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам, и, конечно, мы вам желаем творческих успехов. Спасибо большое. А я напоминаю, что нашей гостьей была актриса русского театра Лариса Саванкова, которую, я уверена, в ближайшее время мы сможем поздравить с высокой наградой от «Таллина». С 1 мая общественный порядок на территории Мустами обеспечивает охранная фирма. На эти дополнительные меры руководство района пошло после поступивших заявлений от жильцов в этой части «Таллина». Основные жалобы касались сильного шума в вечернее и ночное время. Кто нарушает ночной покой, выяснял Вадим Малышкин. Несколько лет назад в Мустамяе появилась самая большая в столице спортивная площадка для экстремальных видов спорта. Она быстро пришлась по вкусу местной молодежи и вскоре стала самым популярным местом для встреч и времяпрепровождения у подростков. Однако со временем на территории спортплощадки, особенно по вечерам, стали собираться молодые люди вовсе не для того, чтобы устроить соревнования по экстремальным трюкам на самокатах. Сигареты, алкоголь, крики, громкая музыка – все это стало причиной недовольства не только тех, кто часто гуляет в парке, но и жильцов соседних домов. В наши обязанности входит контроль общественного порядка. Как правило, с теплыми погодами на улицу выходят любители распития алкогольных напитков, оттуда все и беды. Также на детских площадках собирается молодежь, громко слушают музыку, мешают более младшим ребятам. Собирающиеся компании подростков также после себя оставляют много мусора. Управа района и в предыдущие годы закупала для парка охранную услугу. За порядком в парке, наравне с молодежными работниками района, следили и патрули. При подведении итогов прошлого сезона стало ясно, что этих средств недостаточно. И для обеспечения ночного покоя было принято решение построить забор вокруг спортивного парка и установить более жесткие правила его использования. Вечером порядок в спортивном парке обеспечивает охранная фирма. Проверяет, чтобы молодежь вовремя уходила и в 22 часа закрывает ворота. Для всех желающих спортивный парк вновь открывают на следующее утро в 10 часов. Когда мы уже в 2018 году начали строить этот объект, мы встретились с жильцами, кто тут в округе живет. И там и были проблемы, мы обсудили. Если действительно будут проблемы тем, что эта площадка будет мешать их жизни, особенно вечерней жизни, то мы, конечно, примем соответственные меры. Так что на данный момент уже с 10 часов мы закрываем наш объект. Мы пять дней уже следили за всем этим процессом. Видно то, что ребята уже тоже ушли с объекта. Тишина, спокойствие. И уже получили позитивные оклики и от соседей, кто тут живет. Но не только на территории спортивного парка введены дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Согласно заключенному договору с охранной фирмой, патрули будут ежедневно совершать три рейда по маршруту, в список которого включено 16 объектов. При составлении маршрута были учтены предложения жителей, а также информация от полиции. Управа района призывает всех жителей, которые заметили употребление алкоголя в общественных местах, агрессивное поведение людей и прочие нарушения общественного порядка немедленно сообщать в полицию. Или, если вы видите неподалеку патруль охранной фирмы, передать им необходимую информацию. И, как отмечает старейшина района Лаури-Лац, только общими усилиями можно предотвратить события, которые могут привести к серьезным нарушениям. Но все эти проблемы вовсе не отменяют развитие спортивной жизни в районе. Не прекращается строительство различных объектов для улучшения качества жизни жильцов. На финальной стадии находится строительство общественного стадиона. Сдача этого объекта запланирована на конец июня этого года. Спорту и активному отдыху в районе вообще уделяется много внимания. Как, впрочем, и покою, и безопасности жителей. Вадим Малышкин, Петер Юлевайн. Новости Таллина. Май в этом году по-настоящему праздничный месяц. 2 мая православные отметили Пасху. 9 мая – День Матери, День Победы и День Европы. А 15 мая мы будем отмечать День Таллина. Именно к этой дате в столице высадят более 53 тысяч цветущих растений. Уже сейчас во многих районах Таллина пестреют замечательные цветочные клумбы, созданные городскими садовниками и работниками по озеленению. Но 15 мая в цветочном украшении города пригласят участвовать и горожан. В этом году столичное правительство уделяет особое внимание цветам и городской среде. Ко дню Таллина на уличных клумбах высадят десятки тысяч однолетних и многолетних цветов и цветущих кустарников. Цифры впечатляют, ведь уже до сегодняшнего дня было высажено 21 158 растений. Работа продолжается. Кроме того, на клумбах и лужайках расцвели 150 тысяч луковичных цветов. По словам вице-мэра Таллина Калле Тландерфа, мы долгое время находились в условиях эпидемиологических ограничений. Теперь нам обязательно надо что-то для улучшения настроения. Нынешняя концепция оформления городских улиц так и называется – оздоравливающие цветы. В День Таллина все жители столицы смогут поучаствовать в высадке прекрасных растений, причем у вас потом во время прогулок будет возможность навещать ваши растения, смотреть, как они подрастают и тянутся к солнцу. И мы приглашаем всех людей 15 мая и помощь Таллину посадить цветы. Эти мы сейчас приглашаем люди на три места. Это на Путуковейль, куда мы посадим такие растения, которые нравятся насекомым разным. И на побережье Перитта, и на Пальдиское шоссе. По-новому будут выглядеть и многие другие места в Таллине, в парках и на улицах появятся цветущие растения и кустарники. Городской департамент окружающей среды и коммунального хозяйства создал 10,5 тысяч квадратных метров цветочных клумб. Многие цветы, которые мы сможем увидеть на городских улицах, имеют интересную историю. Например, анютины глазки появились на лондонских улицах в 19 веке и связаны это с особенностями климата. В то время топили в Лондоне с углем и весь этот грязь, что вышел из труб, уничтожил всех многолетников довольно быстро. И поэтому стали использовать однолетники и их стали менять три раза в год. Потому что уже с нескольким месяцем и однолетники стали такие белые, грязные и не очень-то декоративные. Такие быстро сменяющиеся клумбы понравились и остальным европейцам. А анютины глазки полюбили все. Красивые неприхотливые бархатцы, петунии, космеи, так же, как и во многих других странах Европы, украшают столичные клумбы уже не первый год. Ну и, конечно, не обойтись без весенних тюльпанов и нарциссов. Именно их можно купить и подарить любимым мамам, бабушкам или подругам в наступающий день матери. Ну а к бронзовому солдату традиционно понесут гвоздики. Хотя в этом году лучше делегировать туда лишь кого-то одного из членов семьи, чтобы избежать столпотворения в это непростое время. Лена Туровская, Петер Юлевайн, Новости Таллина. Если вчера мы удивлялись снегу, неожиданно выпавшему в районах Таллина, то сегодня отнеслись к новым снежинкам, как к чему-то уже неизбежному в этом мае. Но все же метеорологи убеждают нас потерпеть еще совсем немного следующая неделя. Согласно долгосрочному прогнозу, будет гораздо теплее, чем это. А пока не очень радостный прогноз погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь и до встречи уже завтра в пятницу ровно в 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова